Привет всем! В Петербурге шторм, за окном завоевает ветер. Возможно, вы его периодически будете слышать. И когда этот ветер дует, то особенно сильно это ощущается здесь, в Сестрорецке, где я живу, и в его окрестностях. В Петербурге тоже это, естественно, чувствуется, но вот практика показывает, что на берегу Финского залива может начаться самый настоящий ата-та. Я давно хотел сделать небольшой выпуск о петербургских наводнениях, потому что и в процессе экскурсии постоянно приходится это объяснять, поскольку в городе полно мемориальных досок с отметками уровня воды. В основном наводнение 1824 года, оно было наиболее катастрофичное из всех, которые происходили. И сегодня мне предоставилась такая оказия, к сожалению, крайне грустная и невеселая, ЖК «Светлый мир» затопила автостоянку. У жилого комплекса довольно скандальная история, он был построен на территории санатория Дюны, ну и когда стало известно, что здесь будет развернуто строительство, стало понятно, что никакого санатория не будет, будут построены дома. По этому поводу, под постами, связанными с этим печальным событием, особенно в местных пабликах, очень много желчи, очень много откровенной злобы людской. Я не знаю, зачем тут юродствовать. По мне, так это очень печальная и грустная ситуация. Я очень сочувствую тем людям, чьи машины были затоплены. И крайне надеюсь, что страховка покроет их материальный и моральный ущерб. Хотя, как мы знаем, в таких случаях страховщики включают заднюю передачу. И, в общем, там будет порой очень сложно что-то доказать. Однако, благодаря именно этой локальной катастрофе, мы можем воучию увидеть, что происходило в Петербурге, начиная с петровских времен, когда город иногда подтапливало, а иногда затапливало. Значит, было несколько проблем. Ну, во-первых, Петр Первый знал прекрасно про эти наводнения. И у него есть довольно, ну, на мой взгляд, абсолютно фриковое замечание. В письме он пишет о том, как ему было зело весело наблюдать, что и бабы там наверху, на деревьях они сидели. Я дословно не помню, так на память цитирую, и мужики, и все это плыло. И, в общем, короче, весело ему было, нашему прекрасному императору, от созерцания этой картины. Но я думаю, что отнюдь не весело было тем, кто на этих деревьях сиживал. Наводнения, как правило, случались в октябре-ноябре. То есть это тот период, когда, как вы понимаете, погода шепчет, вода прям такая тепленькая-притепленькая. Так и манит, так и зовет искупаться в ней. Это был первый фактор, который способствовал огромному количеству жертв. Вторым фактором было то, что это сейчас мы с вами, ну, избалованы там и спортом, и всякими курортами, и так далее. И вот я, когда вожу экскурсии, я всегда прошу поднять руки тех, кто не умеет плавать. И, как правило, ну вот, не знаю, там, из 40-50 человек поднимает человека 2-3. То есть остальные либо худо-бедно, либо очень хорошо, но плавать умеют. Если же мы возьмем, например, 18-й век, то мы выясним, что плавать практически никто не умел, потому что это было никому не нужно. Ну, плавать должны были перевозчики через реку, лодочники, плавать должны были моряки, плавать должны были рыбаки. А простому человеку, ну, нафига ему? Он этим никогда не занимался. Искупаться значило действительно искупаться. То есть залезть в воздух, там, поплескаться и прочее. Да и потом, ну, когда у простого, например, мужика время, чтобы пойти искупаться. Поэтому эти два фактора, неумение плавать и температура воды, к сожалению, способствовало тому, что люди гибли. Еще одним фактором являлось то, и это значится в большинстве воспоминаний, что вода прибывала очень быстро. То есть, ну, практически моментально. Я думаю, что и эту парковку залило очень быстро. То есть народ, даже тот, кто, может быть, увидел бы эту набегающую воду, просто не успел бы среагировать вовремя. Подтапливало город где-то примерно раз в три года, ну, там плюс-минус. А вот самые катастрофичные наводнения были в 1777, 1824 и в 1924 годах. В 1777 году как раз-таки разбило нафиг все фонтаны в Летнем саду. После чего он из французского регулярного превратился в английский пейзажный. То есть все эти симметрии, круги и квадраты в основном ушли, но осталось несколько баскетов. А он стал вот таким а-ля лесом. Именно в этот летний сад ходил, например, Пушкин. Потом его, как вы знаете, восстановили не так давно при Русском музее. Это филиал Русского музея, и, на мой взгляд, он стал абсолютно убогим. Наводнение 1824 года. Ну, это прежде всего Пушкин, конечно же, с его знаменитой поэмой. А наводнение 1924 года, вы можете даже загуглить, есть фотографии его в Ленинграде. И благодаря этим фотографиям мы можем увидеть много чего, например, из чего делалось покрытие дорог. То есть вот эти самые пресловутые дубовые шашки шестигранные, которыми мастили самые такие привилегированные блатные улицы. Как наводнение, так они сплывали, дорога спучивалась, и все. И после того, как вода сходила, лежали целые штабели этих шашек. Во время наводнения каждые полчаса на Петропавловской крепости стреляла пушка, оповещая горожан, что грядет ненастье. Я вот на площади Восстания, например, рассказываю, что это наш такой пуп земли, ленинградский, петербургский. Еще Дивер, наш первый бирполисмейстер, еврей, кстати, по национальности португальский, который был назначен на эту должность Петром Первым. Он приказывал, что во время наводнения все должны брать свои пожитки и ехать в сторону песков. Пески это как раз территория за площадью Восстания, это нынешние советские улицы. А вот сама площадь Восстания, тогда Знаменская площадь, ну а на момент Петра Первого там вообще никакой площади не было. Это было сочленение нескольких дорог, Новгородского тракта и строящейся Невской перспективы. Туда можно было принести свои скудные пожитки, потому что туда вода не доходила. И вот если приглядеться, опять-таки можете поэкспериментировать, выйти на станцию метро площадь Восстания, посмотреть на дом на противоположной стороне Невского проспекта, и вы увидите, что на самом деле действительно заметно утоньшение цоколя, то есть идет небольшой подъем Невского проспекта в сторону площади Восстания. Тут, кстати, я оказался невольным помощником съемочной группы Известий, помог поддержать камеру оператору. Ну и довольно долгое время считалось, что причиной наводнений было то, что идет большая вода Сладоги. А потом выяснилось, что нет, идет большая вода как раз, точнее большая волна как раз со стороны залива. Именно поэтому дамбу построили в заливе, то есть перекрывая эту волну. Ну и вот буквально вчера было оповещение то, что будут закрывать. То, что называется Бато-Порты. Бато по-французски это корабль-судно, ПОХТ это дверь, то есть корабль-дверь. В общем, короче, это створки, которые закрываются и не пускают эту волну в город. Хотя его все равно иногда подтапливают, вот Смоленскую набережную подтопило, но подтапливает, не затапливает. Ну а вот ЖК «Светлый мир» стал не таким уж светлым. И, конечно, это абсолютный стопроцентный просчет инженеров компании, которая строила этот жилищный комплекс, которые не учли, ну вот элементарную вещь, ребята, мы живем в Петербурге, прикиньте, тут случается наводнение. Ай-яй-яй. Поэтому еще раз мое сочувствие и сострадание автомобилистам, чьи машины потопли терпение вам и денежных выплат. Собственно, вот так выглядит въезд, вот этот рай, Paradise, тут рядом офис продаж. Непонятно, как эта ситуация отобразится на дальнейших продажах. Субтитры создавал DimaTorzok